Смотрите сегодня в выпуске. 25 сентября в Пензе прошел региональный кубок детской лиги плавания по Волжье. Игры первенства ПФО среди юношей до 13 лет состоялись в Ледовом дворце. Во дворце детского творчества пошел турнир по шашкам для школьников. Игры первенства ПФО среди юношей до 13 лет состоялись в Ледовом дворце в выходные. ХК «Саров-2009» принимал на своем льду хоккейный клуб «Рубин-2009» из Кузнецка. Спортивный азарт и юношеская энергия дали взрывной результат. Ни один период не обошелся без удалений. Каждая команда старалась найти слабое место противника и реализовать как можно больше голевых моментов. Наши соперники сегодня Рубин-Кузнецк. Довольно-таки неплохая команда, но выигрывать можно, только тактически. Потому что если начнем их отдушить, то они потеряются и начнут волноваться. В первом периоде саровчане не смогли сдержать напор соперников и пропустили в свои ворота три шайбы. В перерыве ребята вместе с тренером обсудили ошибки и проработали тактику на второй игровой отрезок. По совету тренера ребята укрепили защиту и усилили нападение, благодаря чему забили два гола в ворота Рубина. Более увереннее себя стали чувствовать. Самые основные ошибки то, что не удерживаем игроков, медленно бегаем и в основном не понимаем друг друга. Игроки Рубина также задаваться не собирались. Пропустив две шайбы во втором периоде, кузнечане сменили тактику, усилив зону защиты. Ребята старались не просто победить, но создать максимальное преимущество по очкам. Надо выгрызать это время, больше забивать, реализовать свои моменты. Просто нужно играть в свое удовольствие, любить хоккей, играть по игре. В третьем периоде рубиновцы забили в ворота нашей команды еще три шайбы. Саровчане не смогли сократить отставание. Команда Рубин победила со счетом 7-2. 25 сентября в Пензе прошел региональный кубок детской лиги плавания по Волжье, в котором приняли участие воспитанники спортивной школы ИКАР. Саровские пловцы успешно начали этот восьмиэтапный марафон, вернувшись домой с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Две золотые, одна серебряная и две бронзовых медали. Такой результат показали саровские пловцы на соревнованиях в Пензе. Для воспитанников спортивной школы ИКАР это первый серьезный старт в сезоне, по итогам которого спортсмены и тренеры могут оценить уровень подготовки к соревновательному сезону. Эти соревнования как бы начало сезона, про стартовка одних из лучших спортсменов данной спортивной школы. Участники соревновались в разных стилях на дистанциях 50 и 100 метров. Юные спортсмены отметили, что соперники были достойные. И чтобы занять призовые места, нужно было потрудиться. Сложно было приспособиться к бассейну, в котором я еще не плавала, и как-то прочувствовать воду. По словам спортсменов, на результат влияют несколько факторов. В первую очередь важна физическая форма. Также важно правильно и эмоционально настроиться на заплыв, чтобы не потерять драгоценные секунды из-за волнения и показать достойный результат. Результат был неплохой и нехороший, но можно было лучше. Эмоции были хорошие. Я был раз, когда доплыл в дистанции. Подготовка к новому сезону у воспитанников отделения плавания началась еще летом. Тренировки у ребят были разнообразные. Как в бассейне, так и на суше. Ребята бегали кроссы, чтобы улучшить дыхательную систему. И выполняли общую физическую подготовку, чтобы укрепить мышцы. Мы готовились, занимались на суши. Были тренировки и на суши, и на воде каждый день. Иногда по две тренировки на воде, одну сушу. И таким образом мы хорошо подготовились. Сейчас спортсмены продолжают подготовку к следующим крупным соревнованиям, которые пройдут в Сарове 9 и 10 октября. Во дворце детского творчества прошел турнир по шашкам для школьников. Первыми к сражению на черно-белой доске приступили первоклашки. Кто-то из ребят участвовал впервые, а кто-то не раз побеждал соперников в шашках. Я участвовал в шашечных турнирах два раза, когда был в садике. Мне нравится, ну и вот сейчас турнир шашечный. Мне нравится игра в шашки. Соревнования проходили в несколько туров. После завершения каждой партии ребята сообщали организатору свой результат, чтобы он внес его в турнирную таблицу. И в финале смог определить лучшего игрока, который не оставил шансов на победу ни одному сопернику. Все участники получили положительные эмоции и памятные призы. 29 сентября состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УФА «Зенит-Мальмё». Встреча прошла на стадионе «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось с отсчетом 4-0 в пользу хозяев поля. В составе синий-белый-голубых голами отметились Клоудинью, Кузяев, Сутармин и Венделл, забившие гол на последних минутах матча. После двух матчей Лиги чемпионов «Зенит» с тремя очками занимает второе место в своей группе. «Мальмё», не набрав очков, располагается на четвертом месте. Торпедовцы не смогли сдержать хабаровских «Тигров». Матч закончился со счетом 3-4. В первом периоде нижегородцам пришлось сдерживать активность хозяев. Но прошло полторы минуты, и торпедовцы в первой атаке открыли счет. Иван Чехович своевременно подкатил на добивание. В ходе середины периода торпедовцы успешно отражали атаки хозяев, пока не оказались в меньшинстве, по ходу которого счет стал равным. Начавшаяся во втором периоде игра на встречных курсах разрядилась на седьмой минуте. Но Амур продолжил нагнетать обстановку и в третьем периоде. И на шестой минуте счет стал равным. Игра пошла волнообразно. Моменты поочередно возникали и у тех, и у других ворот. В концовке торпедовцы поднажали, но избежать овертайма в итоге не удалось. А в дополнительном периоде хозяева забросили победную шайбу в большинстве. Волейболистки сборной России до 18 лет стали победительницами чемпионата мира, завершившегося в Мексике. Наши спортсменки в финале трех партиях обыграли национальную команду Италии. Отметим, на групповом этапе россиянки стали первыми в группе со сборными Бразилии, Словакии, Аргентины и Болгарии. В одной восьмой финала россиянки обыграли Пуэрто-Рико. В четверть финале наши волейболистки оказались сильнее команды Польши. В полуфинале наши спортсменки обыграли Сербию. В свою очередь итальянки в группе стали первыми, обойдя сборные Турции, Доминиканской республики, Перу и Египта. В одной восьмой финала команда Италии прошла сборную Канады со счетом 3-0. В четверть финале команду Румынии также со счетом 3-0. А в полуфинале оказались сильнее команды США. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вельбер рассказала, как будет проходить отбор российских лыжников на Олимпийские игры 2022 в Пекине. По ее словам, отбор будет проводиться через этапы Кубка мира. Вельбер призналась, что контуры состава уже сейчас видны. Есть лидеры как среди мужчин, так и среди женщин. По словам функционера, все будет зависеть от результата. И двери в сборную России открыты. Также Вельбер сообщила, что четкие критерии отбора утвердят на президиуме Федерации. Отбираться спортсмены будут на гонках, максимально близких по дистанции к Олимпийским играм. Игры пройдут в феврале в Пекине. В Нижнем Новгороде прошел открытый ринг на призы Центра единоборств «Болгарь». Наш город представили воспитанники спортивной школы «Икар». Они вернулись домой с тремя золотыми и одной серебряными медалями. Без разминки на ринг не выходить. Такое негласное правило у юного боксера Рамазана Султанова. Перед боем спортсмены разогревают мышцы, настраивают дыхание и разминают суставы, чтобы подготовить организм к максимальной нагрузке и во время бойни получить травму. Когда разминаешь плечи, там бывает меньше травм и удар у тебя быстрее бывает, техничнее. У Арсения Жирнова большой соревновательный опыт. По словам юноши, на выездных соревнованиях важна не только подготовка, но и поддержка товарищей по команде. Ребята подсказывают спортсмену на ринге и подбадривают в случае неудач. На соревнованиях вся команда кричит имя в углу своего партнера в команде. У меня эмоции, конечно, хорошие. Я победил соперника, который ходил рамно, как я. Он ходил так же, как я, четыре года. Все спортсмены уникальны, поэтому каждому нужен индивидуальный подход к тренировкам. Тимофею Блинову больше всего нравится скакалка и спарринги с товарищем по команде Арсением Жирновым. По словам Тимофея, это помогает отработать технику и научиться контролировать эмоции. Скакалка мне нравится, потому что у меня на ней получается прыгать, и она очень сильно хорошо укрепляет ноги. А отработка в парах, потому что я становлюсь в них увереннее. На открытом ринге Центра единоборств «Волгарь» в Нижнем Новгороде с саровским боксером не было равных. Воспитанники спортивной школы «Икар» вернулись домой с тремя золотыми и одной серебряными медалями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова